Всем привет! Всем здарова народ, с вами Варчик. Еще 6 дней будет длиться марафон охота на ренегата. И еще целых 6 дней у многих будет гореть жопа. Поскольку большинство марафонов так в принципе и проходит. Хотя так было не всегда. Помню первые марафоны на всякие там ИС-6 проходили совершенно не так ужасно как сейчас. И с каждым годом у меня от марафонов все больше и больше не радости того что он начинается и я получу танчик. А тупо отвращение, нежелание играть во время марафона и танчик уже этот начинает сам по себе раздражать. Вместо того чтобы у меня появилось желание его получить, он меня начинает бесить. На кой черт он мне нужен если из-за него я страдаю 10 дней. Почему так происходит? Почему раньше такого ощущения не было и почему оно есть сейчас? На то есть несколько причин. Во-первых, раньше аудитория играла немного в другую игру. В которой было меньше модов, меньше информации. Все играли спокойнее, аккуратнее. Потому что информации столько в бою не было. Сейчас если одна команда чуть-чуть посыпалась, вторая команда это сразу видит по куче всяких модов, которые уже даже в клиент добавили. И сразу едет ее добивать. Поэтому бои по 2-3 минуты это стандарт. Во время марафона так вообще просто все бои такие. Раньше же такого не было и бои даже если одна команда сыпется намного дольше и возможность что-то исправить в рассыпающейся команде имеется. Сейчас же ты просто не успеешь, потому что тебя задавят. Поэтому нужно спешить и ехать с первой минуты что-то пытаться делать, а это уже риск и игра наугад. Поэтому совершается много ошибок, жопа горит. Так при этом еще и все или большинство по ощущениям сейчас играющих в рандоме, играют совершенно не на результат. Онлайн вырос. Это логично, потому что этот марафон и направлен на повышение онлайна. Но зачем его повышать, если оно убивает желание постоянных игроков вообще заходить в картошку. А все из-за чего? Из-за того, что есть две возможности проходить марафон. Задачи на усердие и задачи на мастерство. Так или иначе, если играть как-нибудь, как попало, то ты все равно пройдешь марафон, потратив больше времени, поскольку ты будешь выполнять задания на усердие, в котором просто будет складываться количество опыта, которое ты набираешь за бой. Если играть чуть ли не АФК и вообще не стрелять за бой, то ты будешь по 400 опыта за катку вывозить. Просто играя в ноль, лишь бы как-нибудь. А если ты будешь на ЛТшке ехать куда попало и на первой минуте сливаться, хотя бы давая пару тычек и пару засветов, то ты даже больше 400 опыта за катку будешь вывозить. Сразу выходить с катки и ехать на следующей ЛТшке, сливая следующий бой. Чем большинство и занимаются сейчас в рандоме. И еще и умудряются на форуме выкакивать темы, как они бодренько проходят марафон, вот таким вот замечательным способом. Играть с такими танкистами вообще не хочется ни во что. И находиться в одной игре тоже. Мое мнение, что марафон нужно уже давно переделывать, поскольку он тупо губит игру и она умирает. Желания в такой играть отсутствуют. Если в обычные дни, когда ничего не происходит в картошке, в нее еще можно как-то через раз поиграть, то вот в такие марафоны вообще не хочется в ней даже находиться. И все это вина разработчиков, поскольку они так проработали марафон, что его можно проходить, играя лишь бы как-нибудь. А когда вокруг все играют лишь бы как-нибудь, то и у самого руки опускаются, поскольку ты просто начинаешь терять веру вообще в смысл, старание в той игре, где все бои заканчиваются по 2 минуты. Это не всегда поражение, это и победы, и поражения, но они все одинаковые. В каждый бой одна команда сливается с нулем урона за 2 минуты. Вторая команда, имея много информации за счет кучи модов в клиенте игры и кучи модов, которые можно наставить в модпаке, едет добивать команду, которая сливается. Поэтому бои за 2-3 минуты все заканчиваются мгновенно. Как нужно переделать марафон? И нужно ли его вообще делать? И много ли будет слез, если переделать марафон так, чтобы нужно было стараться, чтобы выполнить его для получения премтанчика? На эти вопросы вы можете ответить в комментариях, написав свои мысли, что вы про это думаете. Я почитаю и в принципе пойму, что больше людям нравится, какой вариант им более симпатичен. На мой взгляд, марафон нужно делать так, что если ты стараешься, ты получаешь какие-то очки, которые накапливаются, и ты получаешь потом в конце танк. Все. А еще было бы лучше сделать марафон таким образом, что ты стараясь получаешь очки. Но если у тебя мало времени и за время марафона ты не можешь набрать много очков, то для тебя будет доступна награда меньше. Если ты можешь играть много, то для тебя будет доступна награда побольше. Но так или иначе, очки будут даваться только за те бои, где ты реально старался и сделал хороший результат. Чтобы те люди, которые просто по КД специально сливаются, шли лесом. Вот в принципе и все. Очень простая у меня задумка, и мне кажется, она довольно-таки рабочая будет. А чтобы люди не плакали, они смогут получить награду поменьше. Меньше было времени, меньше приложил усилий, меньше старался, меньше скилла, вот у тебя и награда поменьше. Но если ты просто по КД сливаешься специально и вообще не старался, то ты вообще не будешь получать очки, иди броди. А если ты каждый день играешь много, стараешься, потратил много сил, приложил много усилий, вот тебе награда побольше. На мой взгляд, это адекватный марафон, который не будет ничего ломать. Возможно. Это нужно протестировать. Пишите в комментариях, как думаете вы. Но вот эти вот марафоны, которые сейчас Картошка делает одинаковые по КД, они просто уже надоели. Это просто бред. В таком участвовать не хочется. Я за этот танк доплачивать не буду. Если я не успею получить этот помойный танк, я не буду платить Картошке для того, чтобы его получить. Если какие-то задания у меня не успеют выполниться. Потому что я не хочу отдавать разработчикам деньги за то, что мне не нравится. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры.